Вы наверняка часто слышали фразу «Придут к власти молодые, и жизнь в стране изменится». В Кыргызстане принято возлагать большие надежды на молодежь. И вправду, около половины населения Кыргызстана – люди не старше 25 лет. Но о чем на самом деле думают люди молодого поколения? Знакомьтесь, это Нурбек. Он живет в Качкоре и учится в университете. Нурбек мечтает стать политиком и развивать Кыргызстан. Ради этого он вступил в молодежное крыло местной политической партии. На Нурбек это скорее исключение из правил, потому что больше половины молодежи не хотят участвовать в политической жизни. Однако планы Нурбека могут и не сбыться. Дело в том, что Нарынская область, откуда он родом, – это один из беднейших регионов Кыргызстана. Каждый третий человек там живет за чертой бедности. В семье Нурбека не хватает денег. Он планирует уехать на заработки. Его мнение не разделяет молодежь. Больше половины не планируют мигрировать. Но те, кто все-таки хочет это сделать, выбирают США, Россию и Европу. Нурбек собирается на заработки в Россию. Желание повысить уровень жизни, лучшее образование и высокая зарплата – главные причины миграции у молодых людей. Это значит, что они уезжают из страны не для расширения кругозора, развлечения или нового опыта, а по экономическим соображениям, чтобы финансово помогать своим семьям. А это Алина. Она из Бишкека. Ей 17 лет. Как и Нурбек, она, будучи подростком, уже работает СММ-специалистом. Алина – очень активная девушка. Она хочет, чтобы жизнь в Кыргызстане стала лучше. Для этого, во время пандемии коронавируса, она стала волонтером и помогала врачам. Но Алина не видит своего будущего в Кыргызстане. Она планирует стать веб-дизайнером и уехать жить в Чикаго. Алина не интересуется политикой, потому что не доверяет политическим лидерам и видит очень мало изменений в стране. Ее мнение разделяет большинство молодежи. Алина верит, что вместо политики лучше помогать стране реальными делами, как она это делает в волонтерском клубе. Познакомьтесь с Нафисой. Она живет в Аше с мужем и двумя детьми. Нафиса тоже не интересуется политикой. Гораздо сильнее ее волнует будущее ее семьи и детей. И действительно, самые важные ценности у молодежи – это семья и дети. Нафиса мечтает, чтобы ее дети учились в Великобритании. Она, как и более половины молодежи, не считает, что образование в Кыргызстане адаптировано под мировой рынок труда. Свободное время Нафиса проводит в соцсетях, читает новости и общается с друзьями. По ее мнению, она не разбирается хорошо в политике. Так же о себе думает и половина молодежи. Несмотря на это, она часто читает новости, потому что сопереживает в стране. Молодежь в Кыргызстане очень талантлива и трудолюбива, но по большей части политически пассивна. Причин этому много, в том числе недоверие политикам. Для того, чтобы молодые люди действительно вовлеклись в политику, нужно уже сейчас создавать условия для их участия. А как вы думаете, достаточно ли молодежи в политике? Доверяете ли вы сами политикам? Расскажите свое мнение в комментариях.